Здравствуйте, дорогие садоводы! У нас сегодня актуальная тема защита томатов от фитофтороза. Мы уже сняли один видеоролик, как защищать от фитофтороза с помощью фитоспорина. Это биологический препарат. И вот сейчас еще один биологический препарат. Называется он гомоир. Есть еще аллерин-Б. И вот эти препараты, их можно применять совместно. Выпускаются они в таблеточках. Вот такие таблетки в этом пакете. И там же в пакетике дана подробная инструкция. И в этой инструкции сказано, сколько таблеточек нужно растворять и на какое количество воды. Вот сейчас в данном случае я положу две таблетки. Вот в такую бутылку. Хорошенечко нужно растворить. Подождать, когда эти таблеточки там растворятся. Вот через прозрачную пластиковую бутылку это очень хорошо видно. И дальше потом нужно... Ну вот практически они уже начали там растворяться. И дальше нужно опрыскивать наши помидорки. Опрыскивать нужно в утренние или пасмурные часы. И стараться покрыть равномерно все пластинки лесовые. И снизу, и сверху. Старайтесь, чтобы капельки распыла были мелкие. И веничком не пользуйтесь. То есть, либо вы используете вот такую вот просто насадку к пластиковой бутылке. Либо вот есть такой еще опрыскиватель туман. Он опускается тоже либо в бутылку, либо в ведро какое-то. И вот с помощью тоже ручного накачивания. Вот видите, вот такой у него идет распылок. Вот. Веником опрыскивать практически бесполезно. Потому что капли получаются крупные. Они быстро скатываются с поверхности листьев. И эффективность обработки получается низкая. Что хорошо вот в этих биологических препаратах. У них очень короткий срок ожидания. То есть, плоды можно употреблять в пищу. Практически через день после опрыскивания нужно только хорошенечко помыть. Вот видите, у меня уже созрели помидорки. Но я не боюсь совершенно этого опрыскивания. Потому что биопрепараты, я уже проверяла, они абсолютно безвредные. И только пользу приносят нашим растениям. Еще, что очень важно, защиту от фитофтороза и других грибковых заболеваний нужно проводить вовремя. То есть, не дожидаться, когда пятна появятся на листьях. Это значит, что уже грибок начал свое вредоносное действие. А опрыскивать именно по здоровым листочкам. Посмотрите, вот еще никаких пятнышек на листьях, а тем более на помидорах не наблюдается. Еще что, дорогие садоводы, я хочу вам показать. Вот созревают ягоды у нас сейчас. Погода очень неблагоприятная. Стоит и дожди, и холод. И, конечно, они заболевают серой гнилью. Вот я собрала. Уже, вот видите, какие признаки этой серой гнили. Вот она характерная. Серый пушистый налет. Это уже спорношение вот этого гриба. И все эти споры разносятся по участку и заражают другие ягоды. Бороться с серой гнилью надо. Во-первых, собирать непременно вот эти ягоды и где-то их закапывать глубоко в почву. И, опять же, можно применять вот те же биологические препараты. Здесь вот в инструкции тоже вы можете прочитать. Алирин, гомоир, они действуют и против серой гнили тоже. Так что опрыскивайте свои растения под растениями, потому что это идет при контакте с почвой. В основном заболевание вот этой серой гнилью. Ну и, конечно, применяйте мульчирование соломы, чтобы ягодки не лежали на земле. То есть не только помидорки можно защитить от фитофтороза и других грибковых заболеваний, но и вот нашу землянику замечательную от серой гнили. И у вас все ваши плоды будут вкусные и здоровые.